Итак, попробуем разузнать уже сейчас, чем из этого Верховная Рада точно займется на следующей неделе. Вопросы об этом можем задать Ирине Луценко, представителю президента Верховной Ради Украины. Она сейчас на связи со студией подробностей недели. Приветствую вас, Ирина. Скажите, когда депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса? И удалось ли согласовать все поправки к нему так, чтобы этот документ набрал все-таки большинство голосов? На сегодняшний день в Комитет по национальной безопасности, яку осуществляет Сергей Пашинский, надошло больше двух тысяч поправок до этого закону. Секретарь пытается их систематизировать. Уявите себе такую большую количество поправок, которые нужно сейчас систематизировать. Частина из них достаточно большая. Не имеет отношения к тему закону, вступает в противоречие с темой этого закону, с базовыми принципами этого закону. Поэтому идет систематизация, как отхилить, что можно добавить. Все эти вопросы систематизируются. И на 6 листопада уже заявлено Комитет, где будут эти поправки выглядеть. Комитет планирует очень серьезный анализ, потому что до этого закону прикута увага всего общества и общественного общества. Поэтому продолжение расследования этого законопроекта, работа над поправками, может быть продолжена и 8 листопада. И я думаю, что на конце второго пленарного тижня он будет вынесен в зал, если встегнуть народные депутаты. Но здесь успешность никому не нужна, потому что это доля Украины, это доля тих территорий, которые сейчас находятся на оккупированной территории. Под этот закон, так же, как и под Минские угоды, связаны санкции и стримирование России. Поэтому никакой успешности не может быть. Это должен быть очень серьезный, серьезный политический документ, который позволит работать над ним, над продолжением зупинки агрессора и выхода Российской Федерации из территории Украины. Хорошо, но вас, я имею в виду депутатов, ожидает еще первое чтение проекта госбюджета на следующий год. Вот вы как оцениваете качество этого документа? Много ли поправок придется в него вносить? Мы на первом пленарном тижне, в втором, плануем погодить первое чтение бюджета на 2018 год. Это такая процедура, которая прошла уже рассмотрение в комитете. Про серьезность этого документа и про скорость его рассмотрения говорит то, что народные депутаты, рассматривая его, как в первом читании, уже внесли пропозиции додатковых до бюджета, до витратной части, больше, чем на 10 миллиардов. Уявите себе, про якое сбалансирование бюджета может быть и тимова, когда депутаты вносят пропозиции и не дают джерел походжения доходов. Поэтому, враховывая такой серьезный наплыв божанин народных депутатов, комитет работал более двух недель над проведением этих пропозиций народных депутатов. Мы надеемся, что бюджет будет принят не в последнюю ночь. Мы идем в графику принятя этого бюджета. Кабинет министров готов и уже рассматривает эти поправки. Я думаю, что все будет идти в плановом режиме. Ну, посмотрим, посмотрим, вложитесь ли вы в план. Ирина, последний вопрос. Смогут ли депутаты решить хоть какие-то из накопившихся кадровых вопросов в ближайшей неделе? Их ведь у вас уже очень много. От избрания бутсмена до обновления счетной палаты. Или по этим пунктам компромисс пока не найден? Сейчас завершается процедура узагальнення поданных на конкурс в Рахунковую палату кандидатур. Мы знаем, что эти кандидатуры уже выбраны. В комитете, который курует эти питания, будет идти у согласен. Я думаю, что на наступный, не на цей, на наступный пленарный тиждень, а, вероятно, мы будем рассматривать вопросы Рахунковой палаты. По омбудсмену кандидатури остались те самі. Народный фронт пропонировал свою кандидатуру Людмили Денисовой. У нас есть кандидатура Алексеева. Подали пропозиции и гражданские организации. Не бачу еще готового консенсусного варианта. Адже, вы знаете, что когда мы голосовали судовую реформу, изменения до Криминального, адміністративного, цивильного и Криминально-процессуального кодексу, внесена была поправка про то, чтобы голосование за омбудсмену происходило в пленарном зале в открытом режиме. А в законе про омбудсмена заложена процедура тайного голосования через бюлетні без визначения такого открытого голосования. Воно відповідає процедуре світовой практики выбора омбудсменов в поездных странах. Поэтому, я думаю, нам нужно будет шукать узгоджение цієї колизии, как все-таки голосовать, открыто или закрыто. Как только эта колизия будет усунута, даже если там будет 5-6 голосований и разных кандидатур, шляхом наибольшей количестве отданных голосов, это можно будет сделать. Но, в основном, эта колизия не позволяет нам двигаться дальше. Мы будем работать над усунением этих преимуществ. Ясно. Спасибо. Ирина Луценко, представитель президента Верховной Рады Украины, отвечала на мои вопросы.